МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала о предыстории этой акции. Призрак американского империализма ходит вдоль границ с Россией. Хотя и он не настоящий. Открытым текстом признаю, картинка красивая. Это видео мы сделаем специально для Дмитрия Киселева. Хай, Дмитрий. Это, на мой взгляд, сенсация. И здесь, пусть в отраженном свете, но мы видим... Развитие общества забуксовало. Лейтмотив разговоров – пора валить. И по зубам дадим. Чего-то регионального уровня до уровня местных жеков. Только денег дайте побольше и поскорее. И другие, весьма интересные, в том числе и для граждан России, детали этого дела. Только смысла в этой показухе. Никакого, кроме как заверить американцам. Я надеюсь, что ваша версия не войдет в учебники, в российские учебники. Мы работаем над этим. Но так работает второй слой. И работает. Сегодня все. Все главные события новой недели мы обсудим вместе в следующее воскресенье. Если для кого-то это еще секрет, то чтобы не разглашать, я скажу тихо. Если хотите узнать правду о России, не забудьте выключить... Первый канал НТВ, РТР, Планеты, Россия-24. Думаете, действительно выжил из ума? Для нас важно, как и почему это произошло. Смотрите сегодня в программе... Донбасс, ты, Россия! Русский мир, которого нет. Выборы на Донбассе – странный предмет. Одни говорят, есть, другие нет. Как недоросы на танках на Львов писали. В эти минуты стороны конфликта должны взаимно прекратить боевые действия на Юго-Востоке. А разрушенным оказался Донецк. Ребята, вот эта коробочка работает сейчас против них. Показуха и маразм. В раскаленную печь отправляется полтонны импортного сыра и 215 килограммов вот такого мяса. Как на глазах у страны, где даже один бутерброд с колбасой хорошо, а три уже праздник, горы продуктов жгли. Таким образом, государство экономит деньги, затраченные на долгое хранение контрафакта. И что из этого получилось? Уничтожать-то зачем? Уничтожать. Голодных столько людей у нас. Возвращение блудных попередников. Комитет спасения Украины был представлен журналистам на этой неделе. Как главная бимба Украины на кремлевских каналах взорвалась. На мой взгляд, вообще показывает лицо сегодняшнего режима. И фронт вранья. Украинские военные сегодня утром предприняли попытку прорыва линии обороны, провозглашенной Донецкой Республике в Тельмановском районе. Свежие фейки российской пропаганды с передовой. Киевские силовики вели огонь всю ночь, по городу били изградов и крупнокалиберных минометов. Это антизомби. Территория без пропаганды. В Донецке, где несколько дней назад из-за провокации активистов Евромайдана тоже погибли люди, накануне устроили митинг. Уже больше года российские телеканалы на разный лад поют о событиях в Украине так, словно в мире других новостей не осталось. Замечу, начало силовой операции в Донбассе может стать отправной точкой гражданской войны. Репортажи об ужасах и бесчинствах, творимых хунтой и правым сектором, будоражили неокрепшие умы жителей Востока Украины. Киев продолжает карательную операцию, ее центром по-прежнему остается Донецк. Донбасс, опьяненный сказками российских новостей, стал поворачивать свои головы к матушке России. Донбасс, Крым, Россия! Донбасс, Крым, Россия! Восстаньте! Идите, говорила Россия, и будет вам счастье! Ну, как в Крыму! Собравшиеся выражают поддержку и одновременно завидуют Крыму. Там сейчас проходит референдум, о котором так мечтают на Донбассе. Федеральные каналы повышали градус накала новостей, а вместе с ним повышался градус принимаемого на грудь алкоголя псевдонародными ополченцами. Берем топливо и тупо палим их! Палим их! Палим их! Палим их! Быстро, как в Крыму, не получилось. Но по телевизору сказали, тут все должно быть якобы чинно, якобы законно. Нам надо создать единый блок, единое общественное движение Донбасса. Проведите референдум, сказали жителям Донбасса, и вот тогда вас признает весь мир. И будет, как в Крыму. Люди думали, что их жизнь улучшится, что их заработки вырастут в несколько раз, что газ, который хунта купила за большие деньги, теперь будет безкоштовным, и Путин особо будет открывать все парады. Слегка помятый и, очевидно, слегка заправленный чем-то горячительным ВИП-председатель непонятной сходки Олег Царев поторопился провозгласить Новороссию с одружеством областей Юга и Востока Украины. И то, что происходит сегодня в Донецке и Луганске, это на самом деле освобождение, освобождение нашей земли. Однако трезвая реальность, якобы восставшая не до России, оказалась несколько иной. Выборы на Донбассе – странный предмет. Одни говорят, есть, другие нет. Вопреки обещаниям, это странное образование оказалось невостребованным не только мировым сообществом, но и самой Россиюшкой. Непризнанная Республика Южная Осетия признала Донецкую и Луганскую Народные Республики. А российскому зрителю всё божья роса. И ничего, что один обман легко сменяется другим. Логика гражданской войны нам не позволяет упускать ни минуты времени. Пока мы его тянем, дергнуть людей. Как ни странно, местное население не сильно рвалось идти в ополчение и воевать, поэтому градус цинизма в новостях снова нужно было повышать. Во всей области, пока не нашлось и пара десятков профессиональных военных, готовых возглавить воюющие подразделения. Теперь, нервно покусывая кулак, зрители смотрели, как хунта распинает мальчиков в трусиках, насилует эпилептических бабушек и сбивает гражданские самолёты. Взяли ребёнка, трёх лет мальчика, маленького, в трусиках футболки, как Иисуса, на доску биле, прибыли. Безумие в новостях зашкаливало, но Крыма так и не случилось. Выдохнуть ещё нельзя, но вздохнуть с облегчением можно. Хроники невыполненных обещаний российских телеканалов о фронте враньях в программе «Антизомби» прямо сейчас. Новая волна массовых акций протеста на юго-востоке страны. За Россию мы, да, за референдум, чтобы дали нам самим решать, что у нас здесь будет, а не тем, которые приезжают сюда. Федеральные каналы наперебой рассказывали о благородной борьбе за освобождение восставшей Новороссии от европейско-украинского ига. Не верим этим бандерам, мы не хотим с этими бандерами жить, с фашистами этими. И разумеется, никаких российских военных там не было. Российских войск на Украине нет. Ни танки, ни пушки вдруг появившиеся у псевдоополченцев не поколебали веру зрителя в то, что российских войск в Украине нет. Глава МИД Сергей Лавров сегодня заявил, что обвинения в адрес России о вторжении на Украину связаны с успехами ополченцев на юго-востоке. Что же произошло на самом деле? Воюете и мы введем войска, пообещали недоросам. А пока они обратились к России с просьбой о введении миротворческого контингента для обеспечения безопасности жития региона. Но благоденствие не пришло. Официально российских войск в Украине нет. Российских войск на Украине нет. 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 Все лучше и лучше становилась городская жизнь, когда туда пришел такой долгожданный русский мир. Мы, честно говоря, ходили на референдум. Нам не растолковали, что к чему. Так, сказали идите. Кто к нам приходил? Кто нас агитировал? Кто нам так вот? На понаслышке пошли. Все. Повсеместно вводился комендантский час и патрулирование донскими казаками, военными и прочими приматами, прямоходящими с оружием. С 22 часов до 6 часов утра действовал комендантский час. По городу распространяли информацию с адресами бомбоубежищ. Даже потоки лживых обещаний о счастливой мирной жизни недореспублик не могли скрыть весь бред происходящего. Мендантский час вводится с целью того, чтобы прекратить акты мародерства, которые произошли вчера в днем и ночью. И ошалевшему от происходящего зрителю уже невдомек, что люди на Донбассе жили вполне счастливо до самого прихода русского мира. Российские пропагандисты из штанов выпрыгивали, стараясь скрывать противоречия и изображать хорошую мину при плохой игре. Будет вести бой, так же, как, наверное, и он гарнизон Брестской крепости. Например, почему был сдан Славянск? Ведь обещали же вечную защиту. Сегодня ночью ополченцы покинули Славянск, город, который на протяжении последних месяцев был символом сопротивления Юго-Востока. И выход нашли. Мы позиции не сдавали. Мы просто оттуда ушли. Отступление объясняют необходимостью обезопасить мирных жителей. Они уже почти не вылезали из подвалов, в которых спасались от бомбежек. Почему некогда народный герой, якобы гениальный полководец и любимец экзальтированных дамочек Гиркин Стрелков вдруг внезапно уходит в небытие? Мое пребывание там уже было не то чтобы вредно, но, скажем так, признано было нецелесообразно. Почему терпящие поражения, издающие город за городом, разрозненные банды? Полчение собирает силы для того, чтобы обеспечить оборону города Донецка и прилегающих населенных пунктов. Внезапно стали единой, сплоченной и вооруженной новейшим российским оружием армией, перешедшей в наступление. Клыгим на поддержку, приезжает кистяк российская строковая служба. Звычайные бандиты уже перетворятся, скажем так, в довольно серьезные войсковые подразделения. Ответы на эти вопросы зрителю никто не давал. Да они и не спрашивали, им давно неинтересно, какие решения принимают в Кремле. Скажут наступление, значит наступление. Скажут котел, значит котел. Полчанцы берут в клещи семитысячную группировку силовиков. Бои идут от Иловайска на севере до российской границы на юге. Скажут мириться, да на все согласны, лишь бы быть с Россией. Буквально в эти минуты стороны конфликта должны взаимно прекратить боевые действия на юго-востоке. Скажут воевать, снова откроются военторги и продолжится война. Перемирие, на которое так надеялись жители ДНР и ЛНР, не продержалось и нескольких дней. И не беда, что войдя в Дебальцево, ополченцы цинично разрушают дома и улицы. Главное, что укропов там теперь нет. Ребята, вот эта коробочка работает сейчас против них. Простите меня, если проскочило плохое слово. Вот теперь уже все? Теперь Донбасс это Россия? А нет, и тут-то было. Глава российского МИДа Сергей Лавров выступает за урегулирование конфликта в Донбассе с его сохранением в составе Украина. Сказали, слишком много неподконтрольных командиров, наведите порядок, ликвидируйте их. И вот тогда все будет. Будет как в Крыму. Застрелили депутата Народного совета самопровозглашенной республики Романа Возняка. Бит один из лидеров луганского ополчения, командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой. Мозговой неоднократно критиковало руководство Луганской республики за коррупцию и предательство цели восстания. Федеральные каналы России расскажут, что это 30 укропов устроили шоу со слежками, взрывами, контрольными выстрелами и тут же бесследно растворились в воздухе. Убийство Алексея направлено на срыв перемирия в Донбассе, считает официальный представитель Донецка на переговорах в Минске Денис Пушилин. И снова что-то пошло не так, уже и неугодных убрали. А русский мир все еще не пришел. Придет ли? Мы обязаны сделать так, чтобы Киев уважал нас, нашу независимость. И тут для идейных недоросов как гром среди ясного неба. Будущего с Россией не будет. Мы готовы сосуществовать с народом Украины, в едином государстве. Собственно, здесь бы и сказочке конец. Вот только как будут выкручиваться телеканалы пропаганды на этот раз? Россия будет делать все, чтобы работа специальных подгрупп по урегулированию украинского конфликта была эффективной, заявил Владимир Путин. Так за что вставал с колен Донбасс? За русский мир? За как в Крыму? Или за Украину? Тут даже Пушилин уже просит амнистию по украинским законам согласно Минских соглашений. Но этот закон об амнистии является неотъемлющим моментом для того, чтобы была возможность проведить его выборы. Несмотря на все злодеяния, Россия им отказала в покровительстве. Новороссии, оказывается, не будет. И единства с большим братом тоже не будет. Проект Новороссия заморожен. Создание объединенного государства отложили на неопределенный срок. Так как же так? Спросит Донбасс, вставший с колен. А вот так. Недороссия какая-то получилась. Ну, так вышло. Ну, наверное. Донбасс готов остаться в составе Украины. Наверху сказали. Молодцы, хорошо порезвились ребята, потешили старшего брата. Все это по той причине, что Новороссия, парламент Новороссии не предусмотрен Минскими соглашениями. А как же обещания? А как же? Как в Крыму? В каком Крыму? Мы ничего не обещали. Донбасс – это Украина. Пожалуй, теперь самое время протрезветь и увидеть, что на самом деле стояло за всей ложью кремлевских пропагандистов. Мертворожденный проект Новороссия и чудовищный обман, и ничего более. Такова цена тысячи жизней людей, бездумно поверивших в сказки о русском мире. Смотрите дальше. Комбасс, Крым, Россия! Показуха и маразм. В раскаленную печь отправляется полтонны импортного сыра и 215 килограммов вот такого мяса. Как на глазах у страны, где даже один бутерброд с колбасой хорошо, а три уже праздник, горы продуктов жгли. Таким образом государство экономит деньги, затраченные на долгое хранение контрафакта. И что из этого получилось? Уничтожать-то зачем? Уничтожать. Голодных столько людей у нас. Возвращение блудных попередников. Комитет спасения Украины был представлен журналистам на этой неделе. Как главная бимба Украины на кремлевских каналах взорвалась. На мой взгляд, вообще показывает лицо сегодняшнего режима. И фронт вранья. Украинские военные сегодня утром предприняли попытку прорыва линии обороны, провозглашенной Донецкой Республике в Тельмановском районе. Свежие фейки российской пропаганды с передовой. Киевские силовики вели огонь всю ночь, по городу били изградов и крупнокалиберных минометов. Это антизомби. Территория без пропаганды. Весь мир сегодня обсуждает последствия введения России запрета на ввоз импортных продуктов. ЕС готов подсчитать убытки от вводимых запретов и предъявить России иски. Об этом заявили в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе. Они рыдают крокодильями слезами сразу на всех федеральных каналах и просят Россию-матушку пощадить горемык. Латвийские промышленники, занятые в производстве рыбных консервов, надеются на скорое возобновление торговли с Россией. Зрители в условной Костроме довольно усмехаются. А вот вам буржуи забугорные. Будете знать, как русского мишку санкциями пугать. За последнее время экспорт только, к примеру, свинины в Бельгии сократился на 20%. Сага о богатых, которые тоже плачут, так полюбилась россиянам, что европейских фермеров на кремлевских каналах давно уже больше, чем местных. Молоко, текущее по дорогам, согревает души не хуже рижского бальзама. Второй день дороги на востоке страны перекрыты горящими покрышками и тракторами. Напротив офиса одного из заводов галлоны пролитого молока. Правда, это тот самый случай, когда ставка пропагандистов на яркую картинку, пусть даже в ущерб собственному народу, себя оправдала. Но даже сейчас, несмотря на взаимные санкции, никакого дефицита продуктов на российском рынке нет. Страну охватил настоящий бум импортозамещения. Ведь если ладу-калину немного подкрасить, ну и подклеить, выйдет отличный почти что Мерседес. Треть выпускаемая в крае продукции, это еще без пищевой отрасли, уже замещает импорт. Да и плавленый сырный продукт «Дружба» легко заменит хваленые западные деликатесы. Отечественные производители смогут, наконец, прорваться на рынок, куда их раньше не допускали крупные импортеры. С последними в России, кстати, больше не церемонятся. Теперь продукты, попавшие под санкции, не просто уничтожают, а делают это показательно. По сыру, как в масле катается, 10 тонн контрабандной продукции в Белгородской области попали под гусеницы экскаватора. Ведь одно дело просто вывести на свалку и сжечь, и совсем другое сделать это перед десятками камер, чтобы даже в самых глухих сибирских селах не было сомнений, как от пуза жирует Россия-матушка. На глазах у десятков журналистов сегодня в раскаленную печь отправляется полтонны импортного сыра и 215 килограммов вот такого мяса. А нищим в костюме принца прямо сейчас в антизомби. Москва дала понять, что ответит Европе взаимностью, хотя Европа и так, по сути, вводит санкции против самой себя. Если верить российским новостям, Евросоюз — это объединение убежденных мазохистов. Все, что до санкций шло на огромный российский рынок, теперь некуда девать. И только во Франции остались без работы 150 тысяч человек. Уже целый год они ежедневно страдают то от невозможности продавать пармезан или лосося где-нибудь в Чебоксарах. Сколько стоят санкции, исландцам могут рассказать соседи-норвежцы. Всего за полгода они потеряли полмиллиарда евро после того, как Россия отказалась от их лосося. Да и без краснодарского соуса жизни в Берлине точно нет. Страны, которые осознают, что с Россией лучше торговать, чем ссориться, стремятся занять более конструктивную позицию. Правда, даже официальная статистика мягко намекает. Мишке в Берцах пора снять розовые очки. 20 миллиардов американских денег в минусе. И это только то, что разрешили озвучить официально. Вот только разбираться, что к чему и сколько пролетело мимо бюджета обывателей непредсказуемой страны на букву «Р» ой как не видят. Всю последнюю неделю здесь пытались выслеживать группу стран, поддержавших антироссийские санкции. И к европейским санкциям против нашей страны на неделе присоединились еще семь государств. Сплошь экономические гиганты. Правда, на деле получилось скорее противно, нежели смешно. Хоть стакан для желчи подавай. Албания, которая выживает за счет милости, несобираемой на улицах европейских городов. Федеральные каналы, выпрыгивая из штанов изо всех сил, пытались выставить руководителей небольших европейских государств, если не дураками, то чем-то вроде этого. Мол, мелочь пузатая, только сами себя наказали. Лифтенштейн. Население 40 тысяч человек. Черногория, которая выживает во многом за счет российских туристов. При этом старательно обходя саму суть санкций. С завравшимся агрессором цивилизованные страны не хотят иметь ничего общего. Никакой страны не применяют свой суверенитет, свою дипломатичную позицию в обмен на возможность продавать свои товары в Россию. А чтобы и в Албании, и в Лифтенштейне случайно не усомнились, как страшен сибирский мишка во гневе, по всем кремлевским каналам в одночасье принялись показывать полюбившийся зрителям сериал «Богатые тоже плачут». Европейские фермеры от таких ответных мер несут миллиардные убытки. Во многих странах демонстрации и акции протеста. И похоже, чтобы хоть как-то попасть на российский рынок, идут на любые уловки. Но неужели действительно Запад так сильно страдает от смешных кремлевских контрсанкций? Как это в России по телевизору молюют? Есть страны на юге Европы, которые хотели бы перевернуться к плодотворной, конструктивной, коммерческой работе, сотрудничеству вместе с Россией. Например, США в один день, прикрыв лавочку с дешевыми кредитами, моментально прикрыли и поставили на колени целая сектора российского бизнеса. США расширили санкционный список против России. В него добавлено 11 физических и 15 юридических лиц. Российские банки, годами бравшие у ненавистного Буша с Обамой кредиты под 3%, чтобы на родине раздавать их уже под 25 годовых, быстренько сказали клиентам – кино не будет, тушите свет. Санкции против российских банков – это и удар по сельскому хозяйству, которое там кредитуется. А это уже угроза продовольственной безопасности страны. Та же история и с туристическим бизнесом, разорванным в клочья пересыханием американского денежного краника. Была целая низка банкротств туристических компаний. Ну и нарешті росіянам зараз дуже незатишно і незвичайно бути на Заході, тому що вони зараз соромляться визнавати, що вони росіяни. По всім федеральним каналам некогда великої і могучій России быстро пообіщали показати ненавистним пиндосам Кузькину мать. Москва готовиться ответить на нові санкції США. В МИДі действия Вашингтона назвали провокацией. Но вот досада. Наказати американцев оказалось не так просто. В Сбербанке кредитоваться не хотят. Без сырка дружба, скорее всего, выживут. Стоп, ведь есть ещё АвтоВАЗ. Хотя вряд ли. Наша страна не была інициатором ограничений, но буде действовать исходя из принципов взаимностей. Пока в Москве целый год думали, как бы обломати ненавистний Вашингтон, всемирная сеть быстро наполнилась фотожабами і откровенним троллингом. Ну, теперь держись, США. Посмотрим, Обама, как ты протянешь безхозяйственного мыла и клетчатых сумок для пирожков. И после длительных мозговых штурмов в России, наконец, вспомнили. А, да, Соединённые Штаты у нас же ракетные двигатели покупают. Санкции можно ввести и против НАСА. Агентство нахально поддерживает российскую военщину, закупая двигатели для американских космических грузовиков. А мы такие, хлоп, контрсанкции, как ведём? Вот только время для таких угроз получилось не совсем удачное. Чуть ли не каждый день в одной очень технологичной стране на Земле оказывается всё, что по идее должно летать. Отказ, 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 отказ! Согласитесь, не самая лучшая реклама. Но давайте не будем забирать у людей последнюю надежду прищучить вечного виновника всех российских бед. Это как Барон Мюнхгаузен, который объявлял войну Англии, а Англия об этом не знала. В отличие от Соединённых Штатов, для которых российские контрсанкции – это посмеяться и забыть, положение некоторых стран Евросоюза несколько сложнее. Долгое время в стране двух труб – газовый и нефтяной – сельское хозяйство и промышленность практически не развивались и не могли потянуть потребности всех жителей. Эти ниши успешно замещались за счёт импорта с той же Украины или стран Евросоюза. На Россию приходится в среднем 10% экспорта европейского продовольствия, но для ряда стран эта доля гораздо выше. Потеря большого рынка действительно оказалась чувствительной для ориентированной на Россию части европейского бизнеса. Но, глядя на вот такие сюжеты… Испанские фермеры против антироссийских санкций. Они вышли на массовую акцию протеста в Мадриде. В самом центре города тракторы и комбайны. По мнению активистов, своей безграмотной политикой правительство губит сельское хозяйство. Нужно чётко понимать, что кремлёвская трактовка протестных акций в Европе – ничто иное, как большая манипуляция. Фермерские протесты из Франции переместились в Бельгию. На ключевых шоссе баррикады с горящих покрышек и тракторов. Перекрыты подъезды крупным сетевым магазинам. Проблемы фермерских хозяйств в отдельных странах возникли сразу же после образования Евросоюза. Многие бизнесмены просто не выдерживали открытой конкуренции более успешных соседей. И угадайте с одного раза, в какой форме они проявляли свой протест, когда о российских контрсанкциях вообще никто и не слышал. Немецкие фермеры устроили масштабную акцию протеста в центре Берлина, пытаясь добиться от правительства поддержки в условиях кризиса. Для большей убедительности митингующие приехали на тракторах. Греческие фермеры заблокировали дороги на границе с Болгарией. Таким образом, они протестуют против снижения цен на свою продукцию, требуют от правительства финансовой помощи. Выжить в таких условиях менее успешные фермеры могли только за счет государственных дотаций. И с именно их, грубо говоря, выбиваниями и связаны вот такие ежегодные протесты. Протестующие фермеры перегородили проезжую часть тракторами и жгли на кострах мешки с сеном. Но сейчас в России после каждой такой картинки гордо рвут волосы на груди. Вот, мол, смотрите, как мы гейропу на колени поставили. А нам-то без их продуктов только лучше сырный продукт, гордо именуемый сыром российским. 52% точно получше этих ваших пармезанов будет. Если же лакомство горчит, значит сыроделы поспешили, продукт попросту не дозрел. А если этого не хватит, то компании из Азии только рады будут российским братушкам помочь. Вот только исходя из посылок кремлевской пропаганды складывается впечатление. Рынки Азии открыты только для русских. А глупые европейцы, небось, не догадались там вместо России торговать, да? Пока от Дона до Енисея лихо дают прикурить всем и вся, в самой Европе публикуют удивительные цифры. Оказывается, переориентация бизнеса на другие регионы пошла фермерам только на пользу. Но в России на этот счет обязательно найдется всепобеждающие «Вы все врете!» Да и со своими цифрами местные всезнайки тут же подсобят. Фермеры из ЕС требуют возмещения убытков на 5,5 миллиардов евро. Руководство российского правительства заявляет о том, что потери Европы как минимум в 10 раз больше этих цифр. Но, как показали последние недели, все, что было раньше, это так, баловство плюшками баловались. Владимир Путин подписал указ о ликвидации продуктов, которые пытаются ввозить нашу страну в обход эмбарго. Теперь в России на глазах всей планеты показательно на камере уничтожают нелегально попавшие в страну санкционные продукты. Вот он, тот самый сыр. Каждая головка 7,5 килограммов. Нет никакой маркировки, никаких документов. И кажется, в этой наглядности скрывается главная фишка. Партии мяса, сыров и фруктов ликвидированы в Петербурге, Смоленске, Оренбурге и Калининграде. Ведь, посудите сами, хотели бы тихо уничтожить, вывезли, спалили и дело с концом. Обязательно, к примеру, фиксация всего происходящего на фото и видео. Особо подчеркиваться, избавляться от контрабанды можно любым способом. Но совсем другая история давить забугорные продукты перед десятками телекамер. Вот, мол, можем себе позволить. Что там следующее? Персики испанские? Давай сюда бульдозим. Где на самом деле персики были выращены, чем напичканы. Коробки, как ящик Пандоры, лучше не открывать, а уж о том, чтобы допустить на рынок, и речи нет. И глядя на все это, почему-то вспоминается забитый стеснительный школьник, рвавший на глазах у друзей, подаренный родителями деньги. Мол, да ладно, денег валом, девать некуда. Тем временем европейские производители продолжают подсчитывать убытки от введенных в Россию ответных мер. Но когда целая страна превращается в такого школьника, вопросов возникает гораздо больше, чем ответов. Ведь каково смотреть на раздавленные персики детям из интерната? Где-то в сибирской глубинке. Или вот пенсионеры где-нибудь в Брянщине. Много ли такого сыра можно купить на их рублевую пенсию? Уничтожать-то зачем? Уничтожать. Голодных столько людей у нас. И мало того, что все это смотрится так омерзительно, как нищие, выдающие себя за принца в стране, где один бутерброд – это хорошо, а три – это уже праздник. В стране, в которой еще живы ветераны, пережившие блокаду. Смотрите без перерыва на рекламу. На вас, Крым, Россия! Возвращение блудных попередников. Комитет спасения Украины был представлен журналистам на этой неделе. Как главная бимба Украины на кремлевских каналах взорвалась. На мой взгляд, вообще показывает лицо сегодняшнего режима. И фронт вранья. Украинские военные сегодня утром предприняли попытку прорыва линии обороны провозглашенной Донецкой Республики в Тельмановском районе. Свежие фейки российской пропаганды с передовой. Киевские силовики вели огонь всю ночь, по городу били изградов и крупнокалиберных минометов. Это антизомби. Территория без пропаганды. Здравствуйте. Вы смотрите «Вести». В прямом эфире с вами я, Мария Синдовина. Цитируя известный фильм «Вежливость – лучшее оружие вора», а выборочность тем – оружие мастеров пропаганды. Новая стратегия национальной безопасности Украины направлена на долгосрочную конфронтацию с Россией. Именно нужная подборка событий для вечерних новостей, щедро заправленная специями из правильно расставленных акцентов, и позволяет наполнять головы зрителей дурно пахнущей отравой. В Киеве накануне обнародован черный список деятелей культуры из России, которые, по мнению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны. И кремлевская пропаганда здесь, как говорится, впереди планеты всей. Как долго на Западе смогут поддерживать Киев в его желании заменить практически потерянный российский рынок сбыта? Они давно приучили зрителей – жизнь соседей и украинцев намного интереснее событий в своей стране. В Украине, кстати, заканчивается уже шестая волна мобилизации. Силовики пытаются набрать побольше солдат, хотя идти в армию желают немногие. Вот, например, очередные лесные пожары в Забайкалье. Да кому это вообще нужно? Вон, глядите лучше, укропы доскакались. Строители уже протестуют. Они требуют выплатить зарплату, которую не получают уже пять месяцев. А если и этого будет мало, то за пазухой всегда припрятана настоящая бимба межгосударственного масштаба. Представители бывшего руководства Украины сформировали комитет спасения страны. Вот и на этой неделе слет попередников всех засолов затмил даже годовщину гибели подводной лодки «Курс». Заняв место за столом, экс-премьер страны Николай Азаров сразу дал понять, ему и его соратникам нынче не до шуток. И, видимо, от невыносимой тяжести бытия заматюкался даже твердый, как глыба лавров. Ну, тогда мускул фиг. Вот хоть теперь из вежливой азбуки мужичка вырезай. Твердый знак принадлежит Сергею Лаврову. О бунте строителей и неожиданном бенефисе обестянок прямо сейчас в «Антизомби». В прямом эфире большие воскресные вести. Итоги уходящей недели и главные события дня. На этой неделе в России продолжали гореть леса, снова устраивали бойни на Северном Кавказе и даже деревянный рубль, который вроде и не должен тонуть, снова получил свеженькую грамоту за очередное пробивание дна. Официальный курс установлен Центробанком на завтра. Доллар 64,5 рубля – это на 66 копеек выше, чем выходные дни. Но исходя из наполнения новостных эфиров российских каналов, было понятно – это все так чепуха. Совсем другое дело – якобы супер-мега-бунт строителей в Киеве. В столицу Украины на акцию протеста вышли строители, они требуют выплатить зарплату, которую они получают уже 5 месяцев. Уже с первых секунд сюжета доверчивый зритель был уверен, ну он же, домайданились полгода без зарплаты. Им предлагают либо ждать, либо вообще увольняться. А канал РЕН-ТВ даже не поленился подсказать тем, кто не понял сразу – денек-другой – и пойдут работяги прямо к администрации президента долги выбивать. А че мелочиться? Свою акцию назвали последним предупреждением властям. Последним предупреждением властям. Вопросы возникали буквально сразу – протестовать против власти возле известного отеля? Вы не находите это странно? Неужели до правительственного квартала поленились дойти? Да, и если строителям задолжало государство, то что за странные плакаты у них в руках? Стоп, стоп! А как же Порошенко? Верни наши деньги! Это же нищая Украина работягам задолжала! На РЕН-ТВ-то точно врать не будут! Рабочие уже обращались куда только можно, даже писали в администрацию президента, но ответа так и не дождались. Но правда, как бы ни старались кремлевские фейкометы, рано или поздно все равно показывают ушки. Оказывается, пока на российских каналах голодные строители выставляли властям ультиматум, на самом деле ни к правительству, ни к государственным структурам у этих работяг вопросов нет. Генпедряная организация «Гелинус Бут» не выплачивает нам коштом, которые закрыты актами выполненных работ. Люди строили частный отель. Подрядчик задолжал зарплату, собственно, все. Это отчетливо видно даже по плакатам в руках строителей. Но щепотка вранья, щедро приправленная домыслами и хаосом, и вуаля! Видали вон, у укропов строители уже бунтуют! Они могут говорить, что в Киевской области помидоры в этом году меньше, чем в прошлом году, вот доскакались на Майдане. А тут одну бабку обокрали в маршрутке, вот доскакались на Майдане. Ну а если хаоса покажется мало, то воинам Останкинской башни и по сусекам скрести не надо. Какой шкаф ни открой, везде найдутся пыльные, забытые всеми попередники. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и его сторонники, стоящие в оппозиции нынешней украинской власти, сегодня заявили об учреждении комитета спасения Украины. А, нет, извините, настоящие патриоты Украины. По телевизору уже сказали. Без смены политического руководства страны, без замены их на патриотов Украины. На патриотов Украины. И в отличие от ненастоящих патриотов Украины, настоящие тут же заявили. Крым? Да, русские, конечно, какая еще Украина? По словам Владимира Олейника, Украине надо смириться с потерей Крыма и вплотную заняться миром для Донбасса. А мы это патриоты, да, мы настоящие патриоты Украины. Надо смириться с потерей Крыма. После такого не стоило и сомневаться, как долго будут крутить этих политических трупов кремлевские каналы. Вот это вот интервью, которое было размещено 40 минут назад, уже 2104 просмотров. Но вместо информационной бомбы получилась привычная бимба, и не иначе. Я не бросаю, в отличие от нынешнего режима, своих пустых обещаний. И пока всем пропагандистским колхозам по телевизору распинались об элице в изгнании. У них есть соратники на Украине. Назвать всех поименно он пока не может. И соображений безопасности. Но при этом политик уверен, их поддержит миллионы. Где-то под Ростовом ломал ручку за ручкой некий, до сих пор легитимный Виктор. В команде принципиально нет. И не будет беглого президента Януковича. Да что ж за жизнь такая? Вон уже даже братва родимая нос воротит. И место его на одной из камней подсудимых. Вместе с Порошенко и со всеми теми, кто сегодня правит в Киеве. Ну а в целом, глядя на все это, создавалось устойчивое впечатление, что вот такие вечеринки со стойным запахом нафталина на кремлевских каналах придется смотреть еще не раз. Лидеры комитета еще какое-то время отвечали на вопросы тем, кто не уложился в формат конференции. И практически в каждом ответе повторяли. Спасение Украины в руках украинцев. Ведь то, что самому неудобно сказать, ручной попередник всегда озвучит. Правда в Кремле, кажется, до сих пор не понимают. В Украине хоть и хватает проблем, но люди все же научились отличать обещания от обещанок. Народ уже насытился ним. Народ бачит, кто это. Ну и они никогда их не приймут. Ну посмеялись, а азару выступы. Но не только полиглотам всея Руси радовала зрителей кремлевская пропаганда. Пока в России продолжали гореть леса, а отставших привычными еженедельных падений то самолетов, то вертолетов уже попахивает мистикой, простых россиян федеральные каналы занимали глобальными проблемами. Сначала здесь очень по-русски ввели ответные санкции против Германии. Для начала назвали козу в честь канцлера. Пока коза Меркель единственная четвероногая питательница этой фермы. А позже сразу на всех кнопках страны взялись за годовщину бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Акции, посвященные 70-й годовщине атомной бомбардировки американцами Хиросимы, не прекращались до позднего вечера. И с первых секунд акценты становились ясны. Мэр Нагасаки призвал Барака Обаму лично взглянуть на города, пережившие страшную трагедию. Пока во всем мире скорбили о погибших и призывали не допустить распространения ядерного оружия, в России с пеной у рта вещали о бездуховных американцах. Вашингтон до сих пор даже не принес японцам официальных извинений. И очень быстро становилось до боли понятно, что смерть людей для них лишь повод. Хотя вряд ли чего-то иного следует ожидать от страны, где сначала смеются Искандеры и радуются радиоактивному пеплу, а позже эти же люди на этих же каналах показательно якобы скорбят. Руссиянам стоило бы вспомнить, что примерно в эти дни приходится годовщина Куска. Вообще, нужно сказать, что в России антиамериканизм становится синонимом патриотизма. Последствия наполнения отравой голов зрителей видны невооруженным глазом. Вы думаете, в день 70-летия Хиросимы и Нагасаки обошлось без Украины? Да как бы не так. Сегодня, можно сказать, 70 лет, как Америка разбомбила, применила атомное оружие против поверженной практически Японии. В Ростове на годовщину удара США по городам Японии акция протеста прошла, угадайте, где? Верно, у консульства Украины. Кто там пляшет? Желтый-блокитненький такой. Это генеральный консул Украины, видимо. Какое отношение к событиям 70-летней давности имеет Украина, спросите вы? Да никакого. И не стоит особо удивляться, если в следующем году, в день поражения русского флота под Сусимой, руку Киева обязательно найдут. Ну, это, конечно, из области психиатрии, чем из области политологии, скорее. Американцы бомбили Хиросиму тогда, а теперь укропы за американские деньги бомбят русскоязычных на Донбассе. Ну и, наконец, овации в этом театре абсурда собрал дипломат от Бога и видный пастор секты свидетелей зверств киевской хунты товарищ Лавров. Мы вам не мешаем? На совместной пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии он неожиданно порадовал планету вот такими глубинами русской речи. Мускуфи, февраль, апрель. Кому именно был адресован вот этот перл? Мускуфи, февраль, апрель. В МЗС России не пояснили, но позже кто-то из чиновников прокомментировал. Да Лавров это, закашлялся он просто. Представляете, какие горизонты для творчества. Так, Керри, я долго терпел, а теперь скажу, вы... Ой, извините, закашлялся. Тут главное, чтобы в версию с кашлем дипломат из Саудовской Аравии поверил. Иначе нефть может странным образом продолжить ползти вниз. И сколько могут стоить России родные матюки, даже сложно себе представить. Смотрите дальше. На вас, Крым, Россия! Фронт вранья. Украинские военные сегодня утром предприняли попытку прорыва линии обороны провозглашенной Донецкой Республики в Тельмановском районе. Свежие фейки российской пропаганды с передовой. Киевские силовики вели огонь всю ночь, по городу били из градов и крупнокалиберных минометов. Это антизомби. Территория без пропаганды. Новое обострение ситуации на юго-востоке Украины противоречит Минским соглашениям по урегулированию ситуации на Донбассе. Разрывы градов, свист мин и целые дожди за сколком. На линии соприкосновения в Донбассе обнаружены более 10 систем залпового огня град и почти сотня танков и бронемашин. Пока в воспаленном мозгу российских пропагандистов коварные укропы вторую неделю к ряду собирались в атаку. Командование АТО продолжает активную подготовку, широкомасштабное наступление в Донецкую Республику. А ко дню независимости якобы грозились взять то ли Горловку, то ли Донецк. В связи с этим в армии ДНР отменили уже все увольнительные отпуска бойцей на казарменном положении. Сами боевики, нисколько не стесняясь, привычно продолжили поливать украинских военных из всего якобы отведенного арсенала. В Авдеевке в результате обстрела ранен 75-летний мирный житель. Об этом сообщают в главном управлении Донецкой милиции. По Авдеевке гаубицами и САУ. По Пескам и опытному – градами. Осколки 120-х, запрещенных Минскими соглашениями минометов, усеяли чуть ли не всю линию фронта. Минула дуба в зоне АТО. Воззначилась она большей кількістью обстрелів наших позиций. По старой доброй традиции, военная активизация боевиков сопровождалась грандиозным информационным наступлением. Украинские силовики и ночью, и днем обстреливают населенные пункты Донбасса. Чуть ли не каждый час сразу по всем каналам России зрителям упорно вбивали в голову. Да не хотят они воевать. Но это, укропы вынуждают. Вон уже своими люфтваффы Донецк собираются бомбить. А почему сейчас не бомбят? Ну так это, занятые, наверное, священников православных от нечего делать пытают. На блокпосту Бургас под Волновахой военные задержали трех священнослужителей – Украинской православной церкви и Московского патриархата. Этого еще про новый детский батальон, наверное, не слышали. В лагере «Азовец», который находится под Киевом, обучаются даже девочки, а наставниками юных добровольцев являются бойцы батальона «Азов». О фронте вранья российской пропаганды прямо сейчас в «Антизон». Руководители Донецкой и Луганской народных республик требуют расследовать военные преступления, которые совершили украинские вооруженные силы на территории Донбасса. Они любят рассказать о преступлениях киевской хунты. Массовая гибель мировых жителей на Басе. Не прекращающиеся обстрелы славянска, посланные боеприпасами. И даже периодически пишут гневные письма то в Страсбург, то в Гаагу, то на деревню Дедушки. Луганская и Донецкая народные республики обратились к Сабвезу ООН с просьбой об учреждении международного трибунала по ситуации в Донбассе. Вот только в эфиры кремлевской пропаганды, которую так сильно и напоказ волнуют судьбы жителей юго-востока Украины, никогда не попадут в фотографии этих людей. Луганчане Зелена Кулиш и ее муж Владимир всю жизнь говорили на русском языке, любили животных и помогали оставшимся без родительской опеки детям. Именно таких, как они, по мнению федеральных каналов, и приехали защищать автомойщики и прочие неудачники всех мастей. Но встреча луганчан с защитниками Отечества оказалась вовсе не такой героической, как в России по телевизору мальюют. 10 августа 8 вооруженных людей ворвались к нам в дом и просто увезли родителей в неизвестном направлении. Сначала они оказались в подвале, только за то, что не пожелали делиться с боевиками тем, на что зарабатывали всю жизнь. А позже, когда стало известно, что Елена и Владимир отвозили еду и воду защитникам Луганского аэропорта, их просто замучили. Вот только этих историй вы никогда не увидите по Первому каналу. Совсем другое дело Снегирии, визитка Яроша, мальчик распятый, ну куда же без него. Так что давно мы о Хунте в Гагу не писали. Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике рассказывает нам о фактах проявления украинскими силовиками по-настоящему нечеловеческой жестокости. А вот и другая любимая тема кремлевской пропаганды, якобы собравшиеся воевать украинские дети. Пока в Донбассе пытаются привлечь карателей к ответу, на Украине им доверяют патриотическое воспитание детей. Посылы к зрителям стары как мир. Мобилизацию хохлы опять провалили, вот и приходится малышне в летнем лагере собирать автоматы. Они осваивали маскировку, взрывное дело, а также учились бросать гранаты и ухаживать за автоматическим оружием. И хотя фотографии из военно-патриотического лагеря «Азовец» давно лежат в открытом доступе, кремлевские каналы подавали их как страшную тайну киевской хунты. А заголовки не оставляли места для сомнений. Ну, разоблачили так разоблачили. Дети с оружием действительно сомнительная штука, но давайте посмотрим на вот эти фото. Что, опять лагерь «Азовец»? Вторая смена, небось? Да нет, Россия-матушка, военно-патриотический лагерь «Хрустальный», а это уже из лагеря «Беркут-малышня». Да и в Подмосковье подобного добра хватает. Вместо кружков по интересам уроки стрельбы. В общем, не самый детский набор, но никто не жалуется. Так что, говорите, сенсация века? Военно-патриотический лагерь под Киевом отыскали? Или что для русского хорошо, то ненавистным укропом ни-ни-ни? Впрочем, ничего нового, все это мы уже проходили. Пока в Донбассе пытаются привлечь карателей к ответу, на Украине им доверяют патриотическое воспитание детей. Градус маразма зашкаливал и в других новостях кремлевской пропаганды. Особо альтернативно одаренные товарищи даже не постеснялись рассказать о последствиях обстрела Авдеевки. В соседней Авдеевке без газа остались около 500 семей. Серьезно поврежден распределительный пункт. Совершенно привычным образом забыв уточнить, кто же все-таки навел артиллерию на подконтрольный Украине город. В соседней Авдеевке без газа остались около 500 семей. Как пидать, ВСУ опять сами себя обстреляли, ну так, чтобы жизнь медом не казалась. Да и коммуникации в Авдеевке оставалось поменьше. Но искать логику в российских новостях об Украине дело заранее провальное. Вот лишь недельная подборка о невероятных приключениях ОБСЕ в Донецке, которая говорит о многом. Миссия ОБСЕ по настоянию жителей Донбасса еще раз инспектирует все места, где жалуются на сильные артобстрелы со стороны силовиков. Сначала международные наблюдатели в своем отчете подтвердили обстрелы украинских силовиков прямо из городской черты Донецка. А позже сообщили, боевики глушат сигнал их беспилотников, делая невозможным контроль за якобы отведенной техникой. И вот же совпадение. У гостиницы, где проживают члены миссии ОБСЕ, неожиданно начинает собираться митинг за митингом. Сегодня в Донецке несколько сотен жителей снова пикетировали гостиницу, где живут наблюдатели ОБСЕ. По всем кремлевским каналам раздувается паника. Жители вон как недовольны того, гляди, и случится чего. Сотрудники ОБСЕ ответили, что четко следуют инструкциям, но пообещали митингующим повторно съездить в города и села, где продолжаются обстрелы. И снова, разумеется, совпадение. Машины международных наблюдателей уничтожаются с помощью преднамеренного поджога. Кого же все-таки обвиняют в ночном поджоге автомобилей? И угадайте с одного раза, кто же подпалил автомобили ОБСЕ по версии российских каналов? Говорят, что, скорее всего, это просто была провокация, возможно, с помощью, устроенной с помощью диверсионно-разведывательной группы, которая могла работать на сторону киевских силовиков. Протестовали, угрожали, кровь на дорогу лили для красивой картинки. А кто машины спалил? Верно, укропы. Но на этом бенефис логики по-русски лишь начинался. Чтобы взбудоражить мировую общественность, они добились того, что данная миссия не могла выполнять своих функциональных обязанностей, мониторить территорию. После сожженных машин вопрос о выходе ОБСЕ из Донецка возник сам себе. Но объяснить зрителю, почему наблюдатели уходят из оплота русского мира, если автомобили сожгли коварные украинцы, было как-то сложновато. Напрягшись за часок-другой, российские фейкометы придумали план «Б». Украинские военные готовят порыв на Донецк. Тщательно замаскированные танки и бронетехника были обнаружены на западных окраинах города. Оказывается, ОБСЕ якобы покидает Донецк, потому что знает о наступлении украинской армии. Информация 100%. Такую не зазорно сразу по всем федеральным каналам разогнать. Но вот же незадача. Стоило российской пропаганде разогнать версию о бегстве наблюдателей, как члены ОБСЕ выступили с заявлением. Покидать Донецк не собираются. Вопреки сообщениям в медиа, специальная мониторинговая миссия продолжит свою работу в Донецке и Донецкой области. Стоп, 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 а как же? Атака украинских силовиков, о которой они знают, и якобы должны были экстренно бежать. Но, как показывает практика, главное вовремя включить режим глубокой заморозки и, как ни в чем не бывало, глядя честными глазами в экран, рассказать, мол, останутся они, эти ваши наблюдатели. Наблюдатели не покинут Донецк. Об этом сегодня заявил замглавы мониторинговой миссии Александр Хук. Но если ОБСЕ остаются, значит и атаки украинской армии не будет. Мы ничего не перепутали? Тогда как относиться к вот такой свеженькой истерии тех, кто еще пару дней назад с пеной у рта рассказывал о покидающих Донецк наблюдателях? Массированное наступление, которого опасается в ДНР, может начаться в любую минуту. Впрочем, как говорится, ничего нового. Ведь задачки, прописанные в Кремле, приходят к нужному знаменателю, независимо от подставляемых слагаемых. Вон, ОБСЕ убежала, укропы в атаку пойдут. Как пить дать одна контора? Так, ОБСЕ осталось. Как осталось? Ну, значит это. Все равно укропы в атаку пойдут. И, глядя на весь этот бред, который ежедневно вбивается в головы российских зрителей, хочется уже в который раз процитировать классика. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.